Лабрадоры являются прекрасным выбором для семьи, которая хочет и готова уделять много внимания своему доброму и ласковому питомцу. Он всегда готов ответить взаимной привязанностью и послушанием, а также привнести в дом радость и энергию. В лабрадорах, пожалуй, слишком много всего. Энергия плещет через край. Они любят все, что движется, и требуют много внимания и заботы. Они идеально украшают семью с детьми, но без должного воспитания могут стать для хозяина настоящим адом. Игривые. Любят поваляться в грязи и привести вечер в кругу большой и шумной компании. Лабрадор – это в первую очередь собака-компаньон. Она любит людей, любит проводить с ними время, играть и даже помогать. Не зря собака лабрадоров чаще других дрессирует в качестве поводырей для слепых или как поисковых собак. Это очень добрая и даже предсказуемая порода. Охранник из лабрадора некудышный. Он не только не облаят грабителей, но оближет и будет радостно крутиться вокруг них. Порода лабрадора известна как прекрасный выбор для семьи с детьми. И это действительно так, если говорить о любвеобильности и общительности. Но игры лабрадора с детьми могут быть опасны, если ситуация выйдет из-под контроля, и собака ненароком снесет ребенка или отдавит ему ножки своими лапами с когтями. Также данная порода далеко не самая чистоплотная, и если хозяин отвлечется во время прогулки, то уже через несколько секунд может увидеть своего питомца, валяющегося в куче грязи или мусора. Напишите в комментариях, считаете ли вы лабрадора прекрасным выбором в семье с детьми, и думаете ли вы так же после нашего описания. В собаке породы лабрадор довольно большие и крупные. В холке кобели могут достигать 60 сантиметров, а суки 55. Причем массивные и плотные телосложения делают их вид еще более грозным. Весят они также немало, около 25-30 килограмм. Лабрадоры созревают довольно быстро и могут в 12 месяцев уже прекратить свой рост. Вес же может увеличиваться в течение двух лет. Представители данной породы могут обладать черным, шоколадным, светлым и рыжим окрасом. Эти собаки прекрасно плавают благодаря перепончатым лапам и способны даже нырять. Лабрадоры в среднем живут 10-15 лет. Считается, что лабрадоры ведут свою историю из Великобритании, где рыбаки в начале 19 века использовали похожих собак при добыче рыбы. Там же эту породу развивали и совершенствовали, пока в 1916 году не был сформирован первый клуб породы и сформулированы стандарты физических качеств и работоспособности. Несмотря на короткую шерсть, у лабрадоров выпадает довольно много волос, так что во время линьки хозяину придется вычесывать своего питомца и пылесосить почти каждый день. Благодаря двум слоям шерсти зимой лабрадор не чувствует холода и может обходиться без специальной одежды во время прогулок. У данной породы вырабатывается довольно много сального секрета, что делает кожу собаки жирной и не совсем приятной на ощупь. Это может вызвать проблему у тех, кто живет в квартире. Лабрадоры едят не очень много, но запросто набирают вес. Из-за этого важно, чтобы хозяин следил за порциями еды питомца. Особых противопоказаний в питании у лабрадоров нет, поэтому при покупке корма стоит обращать внимание только на возраст собаки и индивидуальные противопоказания. Не рекомендуется подкармливать собаку со стола. Наличие лишнего веса очень вредно для лабрадора, так как дает дополнительную нагрузку на не очень крепкие суставы. Их повреждение может повлечь за собой дорогостоящую операцию, а иногда и инвалидность. Собакам данной породы необходимо много двигаться. В день общее время прогулок должно быть от часа до трех. Лабрадоры очень активные и любят бегать на перегонки, плавать и играть. Из-за чрезмерной эмоциональности важно не спускать собаку с поводка, потому что она может от радости напрыгнуть на прохожего, который подошел спросить дорогу. Хоть и очень добрые, лабрадоры не самая умная порода собак. Необходимо приложить много усилий, чтобы питомец вел себя послушно. Это действительно тяжелый процесс, для которого необходимо терпение и желание. Одна из главных проблем лабрадора, с которой может столкнуться хозяин, это любовь пожевать. Их инстинкт добывания предметов бездолжного воспитания может привести к множеству испорченных в доме вещей. Для сохранности туфель и ножек стульев будет хорошим вариантом купить собаке игрушку, которой она сможет занять себе рот. Лабрадоры большие и сильные, поэтому в дрессировке стоит особое внимание уделить поведению на прогулке. Собака способна увлечься во время игры или испугаться и резко побежать. В таком случае хозяин может даже получить травму. Лабрадор достаточно универсальная порода, которая не требует особых условий содержания. Кажется, что лабрадор прекрасная собака, которая подарит радость семье и детям. И это действительно так, но только в том случае, если хозяин готов приложить много усилий в процессе дрессировки. Если вы проводите много времени на работе или вне дома, то лабрадор будет не самым лучшим вариантом. Данной породе нужно много общения. В противном случае она начнет скучать, и чтобы почувствовать близость хозяина, может погрызть его вещи. Перед заведением важно помнить, что выводить собаку на прогулку необходимо будет каждый день, и 15 минут совсем недостаточно. Проливной дождь или метель. В любую погоду нужно идти на улицу. Добрые и активные, но иногда могут слишком увлечься. Любвеобильные настолько, что способны случайно укусить или сильно толкнуть. Требуют большого количества активности и серьезных раздубий со стороны человека перед тем, как завести собаку. Важно сделать разумный выбор, который доставит удовольствие и хозяину, и питомцу. Спасибо за просмотр! И не забудьте поставить лайк, если вы узнали что-то новое о лабрадорах, и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...